Перед началом учебного года и безопасности движения на дорогах города уделяется особое внимание. Профилактические мероприятия направлены не только на соблюдение правил дорожного движения, но и на состояние транспорта, на котором будут ездить юные пассажиры. 15 августа сотрудники госавтоинспекции проверили состояние автопарка Управления образования. Обязательное использование ремней безопасности и их работоспособность не допускается под надрывы. Само устройство должно закрепляться надёжно. Фрикцион должен срабатывать. В ходе проверки транспорта обращается внимание на техническое состояние ходовой части и тормозной системы, работоспособность ремней безопасности, приводы аварийных выходов, комплектацию салона и исправность рулевого механизма. Суммарный люфт составил 20 градусов, что согласно требованиям технического регламента, не более 20 градусов допускается для автобусов в данной категории. Предел их нормы. Если имеются недочёты, автомобиль ТО не проходит. Водителю даётся 20 дней на их устранение, после чего автобус необходимо снова пригнать на станцию для прохождения техосмотра. Всё, что можно устранить на месте, устраняется по первому требованию. В первую очередь смотрим, конечно же, техническое состояние, что-то исправное замечание. Основное, на что мы обращаем внимание, главное – тормоза, рулевая. Ну, как бы есть определённый регламент, мы по нему действуем, работаем. Например, машина, если сегодня прошла, всё нормально, мы даём диагностическую карту на полгода. И, соответственно, с момента сегодняшнего дня полгода диагностическая карта действует. С приходом сентября сотрудники ГИБДД, выходя на линию, особое внимание уделяют перевозчикам детей и соблюдению скоростного режима. Кроме того, перед тем, как отправиться в дорогу, водители должны убедиться в исправности транспортного средства. Ежедневно при выпуске на линию мы, значит, вам обращаемся и требуем, чтобы вы также проводили проверки. Не допускается в управлении транспортом, значит, с неисправными ремнями безопасности или когда они вообще отсутствуют. Автобусы должны быть комплектованные, документация должна быть полностью проверена. Предрейсовые технические осмотры технического контроля, предрейсовые медицинские осмотры, каждодневно должны быть на контроле у вас. С водительским составом были проведены дополнительные инструктажи о соблюдении, значит, правил дорожного движения. Имеется такая информация, что в нашем городе Нефтекамске, в том числе, значит, и среди школьных автобусов имеются водители, которые допускают все-таки правонарушения, в частности, по скоростному режиму. Вот это нас очень сильно беспокоит. Поэтому вот сегодняшний профилактический визит мы именно акцентировали на этот вид нарушения, значит, недопущение именно превышения скоростного режима, правильность проезда перекрёстков, значит, и правильность перевозки детей. В целом технический осмотр показал, что автобусы управления образования к началу учебного года готовы. С водителями проведён подробный инструктаж. Валерий Камалов ещё раз напомнил присутствующим о соблюдении правил безопасности, ведь каждый из них, садясь за руль, несёт ответственность не только за своих маленьких пассажиров, но и за других участников дорожного движения.